Крошечка-хаврошечка У ее хозяйки было три дочери — старшая одноглазка, средняя двуглазка, а меньшая триглазка. Они только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть. И была у хаврошечки коровка-буренушка, после смерти матушки осталась. Выйдет хаврошечка в поле, обнимет коровку и рассказывает — коровушка, буренушка, меня бьют, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню велели мне пять пудов напрязь, наткать, побелить и в трубы покатать. Буренушка ей отвечает — влезай ко мне в правое ушко, а вылези из левого, и вся работа будет сделана. Хаврошечка в одно ушко к буренке влезет, из другого вылезет, а вся работа уже и сделана. Приходит хаврошечка домой и хозяйке работу показывает. Та спрячет все в сундук и еще больше работы задаст. Хаврошечка опять идет к коровушке. Обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Задумала хозяйка узнать, кто это крошечке-хаврошечке помогает. Позвала к себе одногласку и говорит — доченька моя, пойди, проследи, кто сироте помогает ткать и прясть. На следующее утро крошечка-хаврошечка в поле собралась, а одногласка за ней увязалась. Пришли они в поле, одногласка распеклась на солнышке, прилегла на травку, а хаврошечка приговаривает — спи, глазок, усни, глазок. У одногласки глазик закрылся, уснул, и пока та спала, коровушка всю работу переделывала. Вернулись они домой, а одногласке сказать-то и нечего. Послала хозяйка следить за хаврошечкой двуглазку. Пришли они на поле, двуглазка на солнышке распеклась, на травушке разлеглась, забыла матушкины приказания, а хаврошечка приговаривает — спи, глазок, спи, другой. И двуглазка заснула. Коровушка все наткала, побелила, в трубы накатала. Вернулись они домой, а двуглазка ничего сказать не смогла. На третий день хозяйка послала треглазку. Девушки в поле пришли, треглазка на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет — спи, глазок, спи, другой. А про третий глазик забыла. Два глазка уснули, а третий видел, как всю работу буренка делала. Пришла домой треглазка и все матери рассказала. Хозяйка рассердилась и решила корову извести. Приходит она к мужу и говорит — зарежь корову. Пошел муж нож точить. А хаврошечка к коровушке кинулась, обнимает ее, и слезы у нее из глаз так и катятся. Буренушка, милая моя, хотят зарезать тебя. С кем же я, сиротинушка, останусь? Буренка ей отвечает — не плачь, хаврошечка. Когда меня зарежут, ты мясо моего не ешь. Косточки мои собери и в саду рассади. И каждый день их водой ключевой поливай. Зарезал мужик корову. Крошечка-хаврошечка мяса не ела. Косточки собрала и зарыла в саду. Каждый день водой ключевой поливала. Выросла в саду яблоня. Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Как-то раз гуляли девушки в саду, а мимо ехал барин, богатый, красавец, молодой. Увидел он яблочки чудесные и говорит — девицы-красавицы, кто меня яблочком угостит, на той я женюсь. Сёстры кинулись к яблоньке, а яблочки поднялись высоко над головами. Сёстры прыгают, прыгают, а достать яблочко не могут. Подошла хаврошечка к яблоньке, веточки к ней нагнулись, яблочки сами в ручки упали. Сняла она самые красивые яблочки и подала барину. Взял он её, забил рученьку, рядом с собой на коня посадил и увёз от злых людей. Женился барин на крошечке-хаврошечке. И стали они в любви и согласии жить-поживать, да добра наживать. Конец. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова